Дай почитать. Ее желание убедить читателей в том, что о средневековой гигиене ходит много ошибочных мифов. Ну, например, что тогда люди были грязными и вонючими, никогда не мылись, не стирали одежду, рыцари ходили в туалет просто без затеи в доспехе, по улицам Парижа и Лондона текли реки нечистот. Автор так и признается, что от этих мифов она была в шоке. На самом деле все не так, ведь летом, весной и осенью была речка, а зимой бани. В девяти главах автор подробно, привлекая документы и художественную литературу в качестве свидетелей, рассказывает о культуре чистоты, о красоте по-средневековому, о женских делах, о мыльной теме, о банях и ваннах, о средневековой канализации, чистке выгребных ям, вывозе мусора. Особенно вдохновляет описание личного опыта автора. Она иногда пытается жить бытом средневекового человека. То не моет тело, то голову, то пробует, простите, сходить в туалет в средневековом платье. Поверьте, это воодушевляет и вдохновляет, но от этого сама книга не становится более увлекательной и познавательной. Просто если вы уже прочитали не одну книгу из этого проекта, «Чумазое средневековье» вряд ли чем-то вас удивит. Это печально. Радует перечень средневековых женщин-врачей. Тротуры Солернской, Абеллы Солернской, Александры Джулиани, Меркуриады, Доротей Бочи и многих других. А также наличие средневековой канализации, разных видов туалетов, от гардеробных, находящихся в башнях или стенах замков и монастырей, до общественных уборных и частных туалетах на стенах домов. Очень разнообразная информация в «Чумазом средневековье» 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч!